Добрый вечер, давайте начнем. Сегодня мы с вами продолжим рассматривать специфику реализации полиморфизма средствами языка C++. Как мы говорили на прошлом занятии, полиморфизм бывает двух видов, статический полиморфизм и динамический полиморфизм. Динамический полиморфизм мы на прошлом занятии с вами начали рассматривать и, собственно, рассмотрели. Реализуется он средствами виртуальных функций и косвенной адресации в языке C++. Сегодня мы с вами главным образом будем рассматривать средства реализации статического полиморфизма в языке C++. Это перегрузка операций и перегрузка функций. Вспомним прежде, какие виды полиморфизма есть. Полиморфизм динамический реализуется, разрешается на этапе выполнения программы. Разрешается, то есть решение о выборе какой-либо из перегруженных функций принимается на этапе выполнения программы. Полиморфизм статический, он разрешается на этапе компиляции программы, уже осуществляется выбор, и, собственно, относится к функциям одноименным, которые реализованы в одной области видимости. То есть это обязательно функции из одной области видимости. Если функции у нас одноименные в разных областях видимости, как, например, в базовом классе и в порожденном классе, то у нас происходит не перегрузка, а перекрытие. Значит, реализуется он средствами перегрузки функций и перегрузки операций. Сначала давайте вспомним, собственно, про динамический полиморфизм, напомним, который реализуется средствами виртуальных функций и косвенной адресацией. Значит, собственно, у нас создается объект базового класса, создается указатель на базовый класс, создается объект порожденного класса, указатель этот инициализируется адресом объекта порожденного класса, и дальше, в зависимости от того, собственно, есть ли у нас виртуальные функции в базовом классе, у нас будут вызываться функции либо из базового класса, те, которые не виртуальные, либо для виртуальных функций при вот таком вот вызове, при косвенной адресации, при вызове через указатель или ссылку на базовый класс будут вызываться виртуальные функции, которые реализованы в порожденном классе. Значит, собственно, в рассматриваемом примере. У нас здесь идет сначала вызов функции f. Эта функция является виртуальной функцией, поэтому ее вызов будет осуществлен из класса b. Эта функция помечена ключевым словом virtual в базовом классе и подменяется с тем же прототипом. В прототип у нас происходит количество и типы формальных параметров, подменяется с тем же прототипом в порожденном классе, соответственно, будет вызвано из порожденного класса. Далее, следующий вызов функции, он будет осуществляться из базового класса, потому что функция g у нас виртуальной не является, но у нас эта функция является виртуальной, функция h. Поэтому h уже вызовется, мы же сюда в эту функцию, мы передаем внутрь этой функции вот этот вот указатель на базовый класс, и, соответственно, для h срабатывает механизм косвенной адресации, мы переходим в порожденный класс и вызываем ее из порожденного класса. Ну, соответственно, вызов h без параметров будет просто ошибочим, потому что в базовом классе такой функции нету, она как бы не видна, недоступна, а вызов просто функции h с параметром через базовый указатель приведет так же, как и в случае, когда вызов был внутри функции, приведет к вызову функции из порожденного класса. Значит, следующий пример. Здесь помимо функции виртуальным еще сделан и оператор. Ну, более подробно мы с вами операторы и синтаксис их реализации рассмотрим, собственно, в продолжении занятия. Здесь единственный реализован оператор приведения типа. Это такой специальный оператор, который не имеет параметров, не имеет возвращаемого значения. Обозначается он вот так вот, то есть оператор и дальше имя типа, которым мы хотим привести. И он осуществляет, позволяет приводить объекты класса к указанному типу данных. Значит, что здесь у нас происходит? У нас здесь в базовом классе этот оператор возвращает значение 99, в порожденном классе он возвращает значение 100. Значит, мы начинаем выполнение программы. Поскольку функции все являются виртуальными, то мы их все вызываем из... А, нет, не все. Все, кроме же, являются виртуальными. Мы их будем вызывать из порожденного класса. И в том числе оператор тоже является виртуальным, и на него виртуальность тоже распространяется. И когда мы приводим объект D к... Соответственно, он будет приводиться к... В типу int, то он приведется именно... Приведется именно используя вот этот оператор из порожденного класса, когда у нас объект будет приводиться. Значит, функция же не является виртуальной, и это единственная функция, которая будет вызвана из базового класса. Далее, следующий пример. Тут еще мы вспомним про статические переменные. Значит, на прошлом занятии говорилось, что у нас при наследовании никаких новых статических переменных не появляется, и на всю иерархию наследования вот та переменная статическая, которая объявлена в базовом классе, она будет единственная. То есть, по сути, это одна и та же ячейка памяти. Там ничего нового не появляется. Значит, соответственно, вот у нас здесь в базовом классе статическая переменная. Функция f в данной связке классов, она виртуальной не является, поскольку прототип в порожденном классе отличается от прототипа в базовом классе. Значит, что происходит? Мы вызываем функцию f, она вызывается из базового класса, потому что указатель на базовый класс, он помимо виртуальных функций о функциях порожденного класса вообще ничего не знает. То есть, он видит только свои функции и те функции, которые являются виртуальными. Значит, будет вызвана функция f из базового класса, и здесь мы разнообразными способами меняем значение вот этой вот статической переменной, которая объявлена в базовом классе, которая является общей на всю иерархию класса. Соответственно, мы его меняем, меняем, добавляем, и в итоге получается, что в ячейке памяти в этой оказывается то, что вот при последнем у нас присваивании. То есть, мы добавляем, добавляем, получается значение 10. И при печати его различными способами, которыми мы можем обратиться к этой статической переменной, мы получаем одно и то же значение. Вот, значит, это как бы немножко примеров на повторение того материала, который был на прошлом занятии, на наследование, виртуальные функции, статические переменные и, собственно, динамический полиморфизм. Теперь мы с вами перейдем к рассмотрению специфики реализации статического полиморфизма средствами языка C++. Значит, начнем мы с вами с перегрузки функций. Перегрузка функций, значит, напомним, это когда мы в одной области видимости объявляем одноименные функции с разными прототипами. Соответственно, функции имеют одно и то же имя. И компилятор по вызову функции с конкретными фактическими параметрами, он должен каким-то образом разобраться, какую версию из перегруженных функций ему вызывать. Делает он это в соответствии с четко предписанным алгоритмом. Значит, алгоритм следующий, он перебирает вот эти вот пункты, начиная сверху вниз. Если на более верхнем пункте он находит подходящую функцию, то все, он ее вызывает и дальше мы не идем. Если в результате подбора не найдено ни одной подходящей функции, то сигнализируется, что, соответственно, ничего не подошло. Если найдено более одной, то сигнализируется ошибка, то что у нас получается неоднозначность выбора перегруженных функций. То есть две или более функций подошли равноприоритетно с одинаковым приоритетом с точки зрения его алгоритма. Значит, алгоритм следующий. На первом шаге проверяется точное соответствие типов аргументов. Если тип фактического параметра, то точно соответствует типу формального параметра. На втором шаге смотрится, есть ли возможность осуществить соответствие при приведении типов. Это соответствие гарантированно ведет к приведению типов, но без потери информации. То есть никаких округлений, никакой потери информации при таком приведении не происходит. Третье — это соответствие при преобразовании типов. Здесь уже допустим ряд преобразований с возможной потерей информации при них. И на последнем месте компилятор проверяет соответствие при применении пользовательских преобразований. В частности, пользовательским преобразованием как раз является вот это преобразование, которое здесь было в примере. Это операция переведения типа в классе к некоторому другому типу, когда мы осуществляем такие преобразования. Начнем рассматривать эти пункты по порядку. Точное соответствие подразумевается точное совпадение типов. В совпадении компилятор смотрит так. Если у нас в качестве фактического параметра выступает переменная, то ее тип, понятно, известен. Если в качестве фактического параметра выступает константа, то, напомним, что по виду константы в языке C++ четко идентифицируется ее тип. То есть, если компилятор видит константу 3.14, то не задумывается, что константы это float, double или long double. Он точно знает, что это константа типа double. Для всех остальных типов существуют дополнительные суффиксы, спецификаторы, которые эти типы идентифицируют. Если константа 5, то это константа типа int. И никакого другого типа, ни шот. Относительно константа тип тоже известен. Соответственно, вариант — это точное совпадение. Совпадение с точностью до type def, то есть просто переименование. И тривиальные преобразования. Скобочки, звездочка. Ссылка точно соответствует самому типу. И отметим последнее преобразование. Здесь стрелочка в одну сторону. Неконстантный объект. Константному объекту может быть преобразован на этом этапе. А наоборот мы сделать не можем. То есть если у нас фактический параметр конст, а формальный параметр не конст, то преобразование сделать не получится. Следующий этап — это приведение типов. В приведение типов входят следующие, собственно, аспекты. Это приведение любого целочисленного типа, чар, шот, булги, нам, битовые поля, к типу int или unsigned int. И приведение типа float к типу double. Отметим, что приведение типа double к типу long double и приведение типа int к типу long, они сюда не входят. Ввиду архитектурных особенностей реализации этих типов. То есть вот здесь только вот такие преобразования. При приведении типов у нас гарантированно не происходит потери информации и значение сохраняется при передаче параметров. Следующий этап — это преобразование типов. На этом этапе любой числовой тип может быть приведен к любому числовому. Константа 0 может быть приведена к любому указателю или любому числовому типу. И любой указатель может быть приведен к указателю на вольт. Значит, отменим, что константа 0 — это, в принципе, единственная константа целого типа, которая может быть приведена к указателю. а во всем остальном числовые типы могут быть приведены к числовым, указатели к указателям. Никогда числовой тип к адресу не приводится, и наоборот, такое невозможно. Итак, проверяя этот алгоритм, компилятор в итоге принимает решение. Если у нас существует несколько разновидностей, то фиксируется амбигас колл, если не найдено, то, соответственно, ничего не вызывается. И, собственно, это неоднозначность, она может быть порождена как тем, что компилятор на каком-то шаге подобрал несколько перегруженных функций, то есть, по сути, конкретным вызовом функций, так и самим объявлением функций. Например, если мы объявляем функцию с одним параметром какого-то типа, ну, там, пусть типа int, и она имеет значение по умолчанию, этот параметр имеет значение по умолчанию, и там функцию с двумя параметрами, ну, пусть типа double, но они оба имеют значение по умолчанию, то, по сути, вызов функции без параметров, он уже сам по себе неоднозначен, потому что у компилятора нет никаких приоритетов вызвать первую или вторую функцию. Давайте рассмотрим примеры того, какие функции будут вызваны в различных ситуациях. Значит, пусть у нас есть такие вот прототипы, int звездочка и char звездочка, и вызов с константы 0. Вспоминаем шаг алгоритма преобразования типов. Константа 0 может быть приведена к любому указателю и любому числовому типу. Соответственно, здесь между указателем на int и указателем на char никаких приоритетов компилятор расставить не может. Если у нас есть вызовы int и double, и мы вызываем с некоторой константы типа char, то у нас срабатывает приведение типов без потери информации, мы можем char привести к типу int. Далее, если есть int и char, то есть там мы вызвали в итоге int в этом примере, а в этом примере у нас уже есть int и char появился. Здесь, естественно, сработает более высокий шаг алгоритма. Это просто точное соответствие, и на этом этапе уже подберется вот эта вот вторая функция. Далее, int и float, значит, здесь у нас константа дана какого типа? Константа дана типа double. Значит, это получается, что функции здесь из перечисленных могут подобраться только на шаге алгоритма преобразования типов с возможной потери информации, а именно любой числовой тип может быть приведен к любому числовому, и поэтому между этими функциями будет неоднозначность. Компилятор не будет знать, какую из них выбрать. Значит, отметим вот этот момент, который я уже говорила, про константы. По записи константы компилятор однозначно может определить, к какому типу она принадлежит. Значит, константа просто без спецификаторов, без плавающей точки. Это константа типа int, константа вот такая вот, это константа типа double, а остальные типы, они обозначаются спецификаторами. Ну вот, например, если мы хотим, чтобы эта константа 7 стала константой типа long, то мы можем к ней приписать суффикс l, ну и так далее. Далее, значит, у нас есть варианты f от int и f от shot, вызываем с f от char. Приведется к int ввиду, собственно, пункта приведения типа, второй пункт алгоритма. Вулл и шот будет неоднозначность, потому что константа типа char, константа числового типа, любой числовой тип может быть приведен к любому числовому. Вулл — это тоже числовой тип. char, int, звездочка, значит, вызываем с типом int. Вспоминаем, что у нас только числовые типы могут быть приведены к числовым, к указателям они приведены вообще не могут, и поэтому неоднозначности не будет, а будет вызвана единственная функция, которая в прототипе имеет числовой тип. Далее, char, int, int, звездочка, соответственно, вызываем тоже с типом int. Тут уже появился long, то есть появилось, по сути, два варианта с числовым типом и один вариант с типом адресным. Будет зафиксирована ситуация неоднозначности между первым и вторым прототипом. Далее, char, int и long данные прототипы. Если вызываем с типом unsigned char, то он будет приведен к типу int. Это приведение типов без потери информации. Константа false будет тоже приведена к типу int. Константа символ a будет к типу char, точное соответствие. И константа типа double будет неоднозначность. Неоднозначность здесь будет между тремя уже, всеми тремя прототипами, поскольку любой числовой тип может быть приведен к любому числовому. Отметим такой один момент, связанный с спецификой компилятора. То, что если у нас объявлено в прототипе тип char, звездочка, а функция вызывается с константной строкой, то по стандарту здесь должна быть зафиксирована ошибка, а Visual Studio фиксирует лишь предупреждение компилятора, и она приводит эту строку к этому неконстантному указателю. Но если уже мы вызов осуществляем с переменной, типа const char, звездочка, не с самой константной, а с переменной, то такое приведение не осуществляется никаким компилятором, и сигнализируется ошибка. Ну, значит, насчет остального, вот здесь вызывается функция с целым типом, будет, соответственно, вызвана fat char, единственная с числовым типом. Если адрес, то у нас, соответственно, есть void звездочка, и любой указатель может быть приведен к указателю на void. Для типа double также единственная числова это 3, адрес double, тут уже вызовется не void звездочка, а double звездочка, потому что точное соответствие, ну и дальше вот эти вот строки. Это мы с вами рассмотрели алгоритм выбора перегруженной функции для случая одного параметра. Теперь, собственно, рассмотрим, как компилятор будет поступать в случае, если у нас функция имеет несколько параметров. Во-первых, выбираются функции с соответствующим количеством параметров, все остальные отбрасываются, то есть подходящее количество параметров. Далее, из них убираются неотождествляемые функции хотя бы по одному параметру. Функции могут быть неотождествляемыми, из-за того, что у нас числовые типы, не приводятся к адресным. И наоборот. Такие варианты убираются. Далее, для каждого фактического параметра по описанному алгоритму для случая одного параметра будет построено множество функций, наиболее подходящих по этому параметру. Отметим, что для случая выбора функций с несколькими переменными первые два шага алгоритма, они отождествляются, то есть между ними и приоритеты пропадают. Это точное соответствие и преобразование без потери информации. Далее мы ищем пересечение множеств, пересечение множеств функций, наиболее подходящих по каждому из параметров. Если в это пересечение попадает одна функция, то все хорошо, эта функция и вызывается. Если в это пересечение не попадает ни одной функции, то, соответственно, не нашли подходящей функции. Если в это пересечение попадает несколько функций, то сигнализируется неоднозначность, ситуация неоднозначности выбора. Давайте рассмотрим примеры. Здесь у нас long int и int int. Тут у нас по второму параметру получается приведение типов, а по первому параметру здесь точное соответствие, а здесь получается преобразование, поэтому будет выбрана вторая функция. Здесь будет зафиксирована ситуация неоднозначности, потому что у нас во второй по первому, а в первый по второму параметру получается преобразование типов, а в первый по первому получается приведение типов, а во второй по первому получается точное соответствие. И мы говорили, что вот эти два шага алгоритма, они для случая выбора с несколькими аргументами, они отождествляются. То есть тут не будет приоритета в пользу второй функции, и будет зафиксирована ситуация неоднозначности. Здесь также будет зафиксирована неоднозначность, поскольку тут в обоих случаях получается по всем параметрам одни и те же уровни преобразования оказываются. Далее здесь у нас варианты, единственный вариант с двумя параметрами есть, и есть чарс и дабл с одним параметром. Тут вызывается первая функция, здесь единственный вариант с двумя параметрами, а для двух последних вариантов сигнализируется ситуация неоднозначности. Значит, здесь для семерки неоднозначность будет между всеми тремя прототипами, потому что тут вариант может подобраться только на этапе, любой числовой тип приводится к любому числовому. А вот здесь вот неоднозначность, она уже порождена самими прототипами функции, потому что здесь есть вариант с точным соответствием, и их по сути два. Если вот у этой функции, у нее второй параметр по умолчанию имеет значение, то есть она может быть рассмотрена как функция с одним параметром типа дабл. Поэтому для вот этого вызова получается неоднозначность между вторым и третьим прототипом. Так, здесь, значит, у нас в первой функции два параметра, оба имеют значение по умолчанию. Во второй функции параметр const char звездочка. Вот, собственно, для единственного вызова с константной строкой будет вызвана вторая функция, а для всех остальных будет вызвана первая. Здесь у нас будет оба параметра возьмут значение по умолчанию, с одним параметром точное соответствие, получается, с int. Ну и с двумя параметрами уже потребуется для осуществления вызова некоторые преобразования. Далее мы, значит, будем с вами рассматривать, каким образом осуществляется перегрузка операторов в языке C++. Значит, для любого класса можно перегрузить все операторы, кроме тех, которые указаны. Значит, это оператор доступа к полю, класс или структуры, это оператор доступа через указатель, оператор разрешения области видимости, тернарный оператор, оператор size of, и оператор type ID, динамической идентификации типа. Те остальные операторы мы можем перегружать. Ну, отметим, какие есть особенности при перегрузке операторов. Значит, во-первых, при перегрузке операторов мы не можем менять приоритеты. То есть, если у нас для стандартных типов данных умножение, оно имело больше приоритет, чем сложение, то перегружая эти операторы для нашего пользовательского типа данных, для нашего класса, мы не можем сделать так, чтобы умножение имело приоритет меньше, чем сложение. Значит, при перегрузке оператора мы просто указываем определенное количество параметров, которые нам нужны, и указываем определенный тип возвращаемого значения. Они могут быть любыми. По сути, перегрузка операторов — это та же самая перегрузка функций. И правила выбора перегруженной функции, они здесь действуют такие же. Например, если у нас есть оператор минус, он, в принципе, может быть бинарным, может быть унарным. Соответственно, для варианта бинарного оператора нам нужно просто определять на один аргумент больше, чем для унарного. И в зависимости от количества параметров компилятор выберет нужную функцию. То есть это будут, по сути, одноименные функции, они обе будут называться оператор минус. Но по компилятору между ними будет выбирать в зависимости от конкретного вызова. И еще отметим, что для самих стандартных типов данных перегружать операторы нельзя. Их можно перегружать только для пользовательских типов данных, для тех типов данных, которые мы определяем сами своей программой. Для всех встроенных типов данных существуют уже встроенные операторы, реализованные в этих классах, и их реализацию мы менять не можем. Можем менять только для классов, структур и объединений, для всех пользовательских типов данных. Начнем мы рассматривать с такого примера. Пусть у нас есть класс-комплекс, он имеет поля действительной части и мимая часть. Мы хотим уметь сравнивать объекты этого класса с помощью привычного нам синтакса, которым мы привыкли сравнивать объекты переменные в встроенных типах данных. Для этого мы вводим в класс реализацию оператора сравнения. Посмотрим, какой у нее синтаксис. Во-первых, это константная функция, по сути, потому что она не меняет состояние объектов. Эта функция принимает самую по себе константную ссылку на объект этого класса. И сюда, на место этого параметра, передастся правый аргумент вот этой вот операции. То есть, по сути, вызов оператора – это вот такой вид. То есть, то, что мы применили какой-то оператор, это то же самое, просто это сокращенная форма записи, что мы бы к левому операнду вызвали бы для него через, собственно, операцию вызова функции, функцию оператор и дальше имя этого оператора. Так, значит, относительно оператора сравнения. Мы просто возвращаем, собственно, логическое выражение, сравнивая действительные и мнимые части. Оператор, да, возвращает значение типа bool, и вот как мы его можем применять. То есть, прелесть того, что мы перегружаем оператора для пользователяского класса в том, что мы можем в сокращенной форме записи его применять. И таким образом, как для обычных переменных встроенных типов мы работали, так же мы здесь с ним работаем. Вот мы создали три объекта класса комплекс. Создали мы их за счет того, что у нас есть конструктор с возможностью заданными двумя параметрами с значением по умолчанию. Мы его можем задавать и в такой форме, и с одним параметром, и вообще без параметра. И дальше мы сравниваем вот эти вот объекты этого класса, которые здесь были созданы. Вызовется вот этот вот оператор. Далее рассмотрим вариант с перегрузкой оператора сложения, тоже на примере этого же класса. Здесь мы передаем также константную ссылку. Возвращаем временный объект, конструируем его прямо вот здесь вот в возвращаемом значении с помощью конструктора этого класса. То есть мы в конструктор передаем в качестве полей сложенные вот эти вот действительные и мнимые части. Отметим, что за счет того, что в классе есть конструктор с одним параметром, по сути, поскольку есть конструктор с двумя параметрами, и второй параметр может иметь значение по умолчанию, то вот такая вот ситуация, такой вот вызов, он сработает, поскольку у нас осуществится преобразование типа int к типу класса за счет наличия в классе вот этого вот конструктора с одним параметром типа int. Это переменная типа int, она преобразуется к объекту класса, и потом дальше произойдет сложение. Значит, здесь у нас было все хорошо. Здесь у нас во всех примерах, вот здесь в левой части выступал объект класса, и, соответственно, к нему этот оператор мог применяться. Далее, предположим, мы хотим иметь возможность складывать объекты нашего класса с объектами некоторого другого типа данных, ну, например, там с объектами целочисленного типа. Что получается? Если мы напишем вот так вот, просто имея ту реализацию, которая была, то у нас, по идее, компилятор должен был бы сделать вот такой вот вызов. То есть он должен был применить к объекту класса int функцию оператор плюс, и дальше передать сюда объект нашего класса. Но класс типа int, он понятия не имеет о реализации нашего пользовательского класса комплекс. И, естественно, в нем не прописана реализация оператора плюс с параметром типа нашего класса. Поэтому в этом случае, что делают в этом случае? Создают операторную функцию, которая является глобальной функцией и которая является, объявляется дружественной нашему классу. За счет этого она будет иметь доступ к закрытой части нашего класса. Делается это вот таким вот образом. Функция уже будет иметь два параметра. То есть отметим, что в предыдущем примере, там перегруженный оператор плюс, он имел один параметр, а вторым параметром неявно выступал левый оперант. Это тот объект класса, к которому эта функция и применялась. А здесь, когда мы объявляем как глобальную функцию, мы объявляем уже с двумя параметрами. И объявляем ее дружественной классу. Соответственно, внутри класса мы ее не реализуем. Дружественная функция, она является глобальной функцией с возможностью доступа к закрытой части класса. А реализуем мы ее в глобальной области видимости. Реализуем как сложение действительных и мнимых частей нашего класса комплекса. В этом случае все варианты вызова оператора сложения заработают. То есть мы можем, объявив эту реализацию, мы можем складывать и просто два объекта класса комплекс, и в качестве правого операнда у нас может выступать значение целочисленного типа, и в качестве левого операнда также может выступать значение целочисленного типа. аналогично этому реализуется оператор ввода с клавиатуры, оператор вывода на экран. У этих операторов, у них уже заведомо в качестве левого операнда стоит объект Cout или Cin, это объекты собственно встроенных типов данных, off-stream или if-stream. Поэтому эти операторы можно реализовывать только как глобальные функции, только как функции, которые являются дружественными к классу и являются глобальными. Значит, ну, реализация их как бы более-менее тривиальна. Мы передаем сюда ссылку на вот этот вот объект класса off-stream. И возвращаем тоже ссылку. Ссылку мы возвращаем, чтобы можно было писать цепочки, чтобы потом, после того, как мы вывели какой-то объект нашего класса, мы здесь вот вывели, мы могли вывести что-то другое, какие-то объекты встроенных типов данных, для которых уже реализация в классе off-stream, она определена. Вот, значит, здесь мы возвращаем ссылку. Тогда вот такие вот записи, они будут доступны, и по сути, значит, ну, вот эта запись, она будет эквивалентна уже вот такой вот форме вызова. Значит, мы вызываем этот оператор, сюда передаем два аргумента, это объект класса off-stream и результат нашего сложения. И потом дальше еще раз к вот этому результату, он же возвращает ссылку, а ссылка эта, по сути, она может быть применена как L-Value, то есть она, к ней потом мы еще раз можем применить вызов вот этого вот глобального перегруженного оператора вывода на экран. Соответственно, с оператором ввода, в принципе, более-менее аналогично, но здесь есть своя специфика. Оператор ввода, он должен сохранять то значение, которое мы, соответственно, записываем. Поэтому второй аргумент, если он здесь передавался по константной ссылке, то здесь мы его передаем просто по обычной, не константной ссылке. А так в реализации аналогично, и здесь тоже возвращается ссылка, чтобы можно было писать цепочки с реализованным этим оператором. Далее рассмотрим унарный оператор, до этого у нас бинарный был плюс, аналогично этому мы могли бы реализовать бинарный минус. Но минус, он бывает и бинарный, и унарный. Поэтому мы для унарного минуса можем написать свою реализацию, и с точки зрения бинарного она будет просто перегруженной функцией. То есть это одноименные функции, но одна имя будет иметь, соответственно, на один параметр меньше, чем другая. При реализации функции операции унарный минус как метод класса, мы, соответственно, не передаем ей вообще параметров. То есть она применяется к тому объекту, для которого вызывается. Он как бы в качестве левого операнда выступает. И она меняет значение действительно именимых частей, меняет их знак. Вот таким вот образом мы можем ее применить. Возвращает она объект класса комплекс. Теперь рассматриваем мы операторы инкрементирования и декрементирования. Тут уже компилятору в зависимости от количества параметров не разобраться, то есть по количеству параметров. Потому что в отличие от бинарного и мунарного минуса, здесь у нас оператор плюс-плюс и минус-минус, они могут иметь постфиксную и префиксную форму. И поведение для того и для другого варианта реализации, оно должно быть разным. Что здесь делают? Здесь для постфиксной формы вводят фиктивный параметр целочисленного типа. И за счет этого компилятор соответственно знает, какую из функций выбрать для каждого из вариантов. Значит, здесь для префиксной формы мы возвращаем ссылку. И в этом случае можно писать вот такие вот цепочки, и они будут осуществлять инкрементирование несколько раз. Для постфиксной формы мы должны по семантике работать в данном операторе со старым значением. То есть мы сначала сохраняем объект со старым значением, потом увеличиваем значение поле и возвращаем вот этот вот неизменный объект. Часть операторов, вот собственно 4 оператора, можно, разрешается перегружать только как функции класса. То есть как глобальные функции, там дружественной классу, их перегружать нельзя. Это оператор присваивания, оператор квадратной скобки, круглой скобки и оператор преобразования типа. Оператор присваивания. Напомним, что по умолчанию в каждом классе компилятор автоматически создает 4 функции. Это конструктор, деструктор, конструктор копирования и оператор присваивания. Конструктор копирования и оператор присваивания по умолчанию осуществляют поверхностную копию объекта, то есть по сути побитого копирования полей. Значит, оператор присваивания, он должен быть перегружен в классах, которые имеют довольно сложную структуру, то есть у которых происходит выделение динамической памяти. Поскольку поведение с поверхностным копированием полей, оно в этой ситуации не подходит. Для простых классов, например, как класс комплекс с полями вещественного типа, реализация оператора присваивания вот такая, она по сути и является реализацией по умолчанию для этого класса. То есть для него можно было операцию присваивания не перегружать. А для типов с выделением динамической памяти оператор присваивания он должен выглядеть по сути аналогично конструктору копирования, то есть там должна осуществляться глубинная копия объекта с выделением новой динамической памяти. Плюс еще в операторе присваивания надо отметить такую специфику, что бывает присваивание, самоприсваивание, то есть х равно х. И в этом случае поведение оператора должно быть таково, что мы ничего не делаем. Поэтому прежде всего, прежде чем начинать какие-то действия, нужно проверить, совпадает ли адрес объекта, который нам передается, с указателем ЗИС. И если они совпадают, то мы ничего не делаем. Если не совпадают, то мы прежде что освобождаем память, занимаем ему левым операндом, и потом дальше туда переписываем содержимое из правого операнды. Значит, здесь возвращаем в операторе присваивания ссылку. За счет этого можно писать вот такие вот цепочки присваивания. Дальше. Оператор преобразования типа. Мы его видели на примере на втором слайде, где преобразовывался у нас объект класса к типу int. Значит, здесь мы хотим иметь возможность преобразовывать объект класса комплекс к типу double. И хотим, чтобы он возвращал такой вот корень квадратный из суммы квадратов вещественной и мнимой части. Для этого мы реализуем этот оператор. Значит, синтаксис его таков, что он не имеет параметров и не имеет возвращаемого значения всегда. Он константный, поскольку он не меняет состояние объекта. Значит, мы здесь создаем объект, создаем переменную типа double и дальше делаем присваивание вот этому объекту. По сути, во второй строчке происходит вот такой вот вызов. То есть для объекта вот этого класса вызывается функция с именем оператор double. И она, соответственно, осуществляет вот такое вот преобразование. Он возвращаемое значение не имеет, явно его не надо указывать. И для него автоматически полагается, что возвращаемое значение. Это как раз тот тип, к которому этот оператор осуществляет преобразование. Отметим момент, связанный с выбором функций и с тем, как компилятор может применять пользовательские и стандартные преобразования. В случае пользовательских преобразований компилятор не может применять более одного пользовательского преобразования подряд. То есть он может применять комбинацию преобразований. Сначала сделать стандартное, потом пользовательское, потом стандартное. Но более одного пользовательского преобразования подряд он сделать не может. Вот здесь вот в примере, вот тут Вот у нас выполняется сначала пользовательское преобразование, потом стандартное, значит, за счет того, что у нас Y — это переменная типа float, у нас есть в классе, а, вот у нас, значит, объект класса A, он содержит оператор приведения к типу double, то есть сначала пользовательское приводится к типу double, и потом дальше стандартное double может быть приведен к типу float. То есть тут эта строчка, она прорабатывает верно. А вот для того, чтобы вот эта строчка проработала верно, у нас X — это объект типа double, а в B непосредственно к double преобразования нет, но зато есть пользовательское преобразование между классами, то есть мы же можем, когда пишем этот оператор преобразования типа, мы можем не обязательно преобразовывать к стандартным типам данных. Ну и вот здесь вот преобразуем к тоже пользовательскому типу данных, B преобразуем к A. И в этом случае, значит, то есть как бы есть вариант только был бы, если бы мы B преобразовывали к A, а затем A преобразовывали к double. Но более одного пользовательского преобразования подряд автоматически невозможно, поэтому эта строчка, она будет неверна. А если не автоматически, если мы вот это уже не автоматически, вот это мы явным образом говорим преобразовать к типу A, тогда здесь получается та же ситуация, что и в первой, вот в этой строчке. То есть здесь получается два преобразования сначала, у нас сначала применяется вот это явное преобразование B к A, а потом уже преобразование, соответственно, A к типу W. Так, ну и отметим момент, что при выборе перегруженного оператора, как и при выборе перегруженных функций, может возникать ситуация неоднозначности. Здесь у нас складывается переменная типа int и объект класса A. При этом для объектов класса A у нас определен оператор сложения, а в классе A есть конструктор преобразования и оператор преобразования к int. То есть, по сути, это выражение может трактоваться двумя способами. Мы можем преобразовать переменную типа int к классу A за счет вот этого конструктора преобразования с одним параметром. И тогда у нас получится, что мы будем складывать два объекта класса A, и на это у нас есть соответствующая реализованная функция. А может быть по-другому. Мы можем за счет вот этого оператора преобразования к int в классе A, мы можем преобразовать второй параметр к int. И тогда у нас может сработать оператор int, встроенный для типа объектов, собственно, для целочисленного типа. И получается неоднозначность. Почему язык программирования не может сам посмотреть по тому, что у нас не проверяет по условию, что мы должны получить? То есть у нас же определяется int, а у него уже определен int. Почему комператор не может по нему набирать как условия для преобразования дополнителя, чтобы решить эту ситуацию? А чем ему int поможет? Тут же оператор тоже int возвращает. Он ему и ничем бы и не помог даже. Ну а не берет, так реализовано. То есть выражения, они вычисляются последовательно. Мы сначала смотрим только на вот этот оператор присваивания в целом. Поэтому вычисляется сначала его правый оператор, этого оператора. И уже на этом этапе компилятор обнаруживает ошибку. Но в данном случае, видите, тут как сделано... Я имею в виду, что у нас же а не принадлежит к структуре а. Почему он не мог за счет этого произвести исключение? В смысле а не принадлежит? Не а, а и ай. И? Он же у нас не принадлежит к структуре а. Не принадлежит. Почему в компиляторе не предусмотрено такую возможность, чтобы исключать за счет вот этого условия? Потому что у нас же этот int оператор, он же получается для структуры а определен? Он определен для структуры а, он возвращает он int. Оператор может возвращать любое значение, которое мы пропишем. И он здесь возвращает не объект класса, а он здесь возвращает тип int. И оператор встроенный, он тоже возвращает тип int. Я имею в виду, почему он не выбирает инструкцию по тому, что находится в левой части, а только рассматривает то, что у нас находится справа. Потому что последовательное вычисление выражений. Да, так реализовано. Далее. Оператор круглые скобки тоже можно перегружать только как метод класса. И этот оператор, он имеет следующую специфику. Классы, у которых определен такой оператор, их называют функторами. То есть объектами этих классов можно оперировать как функциями. То есть применять к ним операцию круглые скобочки и в ней писать какие-то параметры. Значит, делается следующим образом. Вот рассмотрим пример. Значит, у нас есть класс, класс функтор. У него есть некоторое поле переменное типа double. И мы его снабдили таким вот оператором, который возвращает вещественное число. Истинно или ложь в зависимости от того, к какому из параметров, аргументов этого оператора данное число, вот это число, оно находится ближе. И использование. Мы создаем объекты этого класса. И затем дальше инициализируем массив. И для всех элементов этого массива мы хотим проверить, к какому из, получается, ближе значения, находящиеся в этих функторах. Вызываем объекты класса вот в такой вот непривычной форме. То есть это можно делать, такие вызовы только для классов функторов. Мы применяем к ним операцию круглой скобочки и передаем туда аргументы. И еще оператор, третий, который можно перегружать только как метод класса, это оператор индексирования. Оператор доступа к элементу по его индексу. Значит, он может принимать только один аргумент. Вот он передается. И возвращаем мы ссылку, чтобы результат работы этого оператора можно было использовать как L-value. То есть чтобы можно было в его ячейку с его результатом записывать какие-то значения. Значит, вот здесь мы записали его для класса комплекс. Мы хотим, чтобы он в зависимости от переданного индекса возвращал, если нолик, в действительную часть, если единичка, то мнимую часть. Вот создали объект. И мы можем записать определенное значение в действительную часть. Ну и далее, поскольку он возвращает у нас вещественное число, мы можем его спокойно присваивать переменным вещественного типа. Еще один момент, который надо отметить про перегрузку, это перегрузка с точностью до константности. Как функции, так и операторы можно перегружать, то есть записывать функции с одним и тем же именем и в одной и той же области видимости и с одними и теми же формальными параметрами, типовым количеством формальных параметров, но отличающиеся только спецификатором const. То есть одна функция будет иметь этот спецификатор, другая функция или операция не иметь этот спецификатор. И нужно это для следующего. Даже если метод не меняет состояние объекта, но он не объявлен как константный, то для константных объектов и для константных ссылок он вызван быть не может по правилам. Поэтому, значит, если мы хотим, чтобы метод, не меняющий состояние объекта, мог быть вызван, его обязательно нужно объявлять со спецификатором const. Но мы можем хотеть, чтобы для константных объектов и для неконстантных объектов вызывались разные версии методов одноименных с одинаковыми прототипами. Для этого как раз и существует перегрузка с точностью до константности. Вот на примере, собственно, оператора индексирования, оператора квадратной скобки, мы ее и рассмотрим. Значит, здесь у нас неконстантная версия и константная. Они имеют одну и ту же реализацию, но константная версия может быть вызвана для этого константного объекта, переданного сюда. Если бы этого не было, то вот здесь вот была бы сигнализирована ситуация об ошибке. Так, значит, ну и, собственно, константность метода, она соответствует константности объекта. Если мы, прописав вот те две реализации, потом, соответственно, захотим вызвать оператор для неконстантного объекта и для константного, то для неконстантного вызовется неконстантная версия метода. А если захотим вызвать константную версию метода для неконстантного объекта, то можем его передать через константную ссылку в явном виде, чтобы по умолчанию не вызвалась та версия метода. Перечисления также являются пользовательским типом данных. Хоть и многое для них запрещено, там, в плане наследования, в плане объявления конструкторов, но они являются пользовательским типом данных. Поэтому, как и для других пользовательских типов данных, для классов и структур, для объединений может быть реализована перегрузка операторов. Вот здесь вот такое довольно удобное объединение, которое вам, в принципе, может пригодиться в задачах с днями недели. Мы подписали их на неделю и реализуем для объединения оператор инкрементирования, который осуществляет переход к следующему дню недели. И делаем возвращаемым значением этого оператора ссылку на этот тип. И, соответственно, за счет ссылки мы можем писать вот такие вот цепочки, то есть несколько раз подряд применять оператор. И, значит, за счет этого мы отсюда перешли в первый раз сюда, и потом при втором применении перешли сюда. Так, значит, давайте подведем некоторые итоги того, что мы рассмотрели на предыдущих трех лекциях. Значит, мы, по сути, рассмотрели практически все базовые средства реализации в языке C++ парадигмы объектно-ориентированного программирования. То есть это средства инкапсуляции, наследования и полиморфизма. Значит, в плане инкапсуляции это самый базовый принцип объектно-ориентированной парадигмы, и он позволяет осуществлять сокрытие кода, сокрытие реализации и открытие интерфейса. За счет этого программная система становится более структурированной, и мы, соответственно, предоставляем тем модулям, которые будут использовать наш код, только ту часть своей реализации, которой они будут пользоваться. Реализуется этот принцип в языке C++ за счет того, что в классах, в широком смысле этого слова, мы можем объединять как данные, так и функции их обрабатывающие. И при этом для данных и функций мы можем прописывать спецификаторы доступа к этим полям. Можем их объявлять закрытыми, можем их объявлять открытыми для внешнего использования. Соответственно, к закрытым полям доступ извне невозможен. Далее, принцип наследования позволяет нам уменьшить дублирование кода и, по сути, содействует повторному использованию уже написанного кода при организации структурных иерархий тип-подтип. То есть, когда у нас есть некоторый базовый класс, и мы знаем, что класс, который мы от него порождаем, он будет расширять его функциональность. Тогда мы можем просто объявить наследование, и за счет этого все или часть методов и данных базового класса, они неявным образом перейдут в производный класс, та часть, которую мы пропишем. Значит, соответственно, определять эту часть можно за счет спецификаторов доступа базового класса, плюс за счет объявления нужного типа наследования, выбора нужного типа наследования. И, собственно, третий базовый принцип объектно-ориентированной парадигмы — это полиморфизм. Он позволяет осуществлять, позволяет семантически одинаковым сущностям задавать одинаковые имена, что было в, соответственно, языке C запрещено. Значит, полиморфизм статический, он реализуется на этапе компиляции, и он позволяет именовать функции семантически близкие, но разные в реализации, собственно, одним и тем же именем, и сдавать их с разными прототипами, то есть с разным количеством и типом формальных параметров. И компилятор автоматически по вызову функции с конкретными фактическими параметрами, как именно мы рассмотрели, он будет выбирать нужную из списка определенных нами перегруженных функций. Перегрузка операций тоже относится к статическому полиморфизму, и она позволяет нам с объектами классов работать таким же образом, как мы работали привычным образом, как мы работали со встроенными типами данных. Полиморфизм динамический, он осуществляется на этапе выполнения программы, и если статический полиморфизм можно отнести к раннему связыванию, то есть это когда мы адрес функции вызываем, мы его определяем уже на этапе компиляции программы, то динамический полиморфизм — это позднее связывание на этапе выполнения программы, реализуется через косвенную адресацию, то есть может только через указатель или ссылку на базовый класс, может быть вызвана реализация виртуальных функций из порожденных классов. И таким образом мы можем создавать объекты базового класса, это может быть некоторый интерфейсный класс, это может быть абстрактный класс, и однотипным образом с одним и тем же интерфейсом работать за счет этого принципа с объектами различных порожденных классов. Вот, тогда, значит, на сегодня все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!